Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Меня зовут Александр. Будем сегодня с вами рассматривать новую модель i-New V7. Модель бюджетного класса, стоимость в Китае приблизительно 135 долларов. У нас из наличия, естественно, немножко подороже. Модель интересна в первую очередь тем, что за такую цену производитель нам предлагает 2 гига оперативной памяти и 16,16 встроенных. Все остальные технические характеристики мы с вами сейчас рассмотрим. Они более такие посредственные. Есть плюсы, есть минуса в этом смартфоне. Поставляется телефон вот в такой вот упаковке. Здесь все технические характеристики указаны. Можете сделать стоп и посмотреть. В комплектации у него особо ничего нет. Как вы могли уже заметить, на телефоне надет бампер, который поставляется в комплекте. Ну и, собственно, зарядка, USB кабель и наушники. Наушники вакуумные. Точнее, это даже гарнитура. Зарядка у нас на 700 мА. Смартфон выполнен в размере 5 дюймов. Спереди у нас HD-экран 1280х720. Закаленное стекло. Матрица IPS OGS. Есть три сенсорных кнопки. Кнопки спереди вот так вот подсвечиваются. Интересно. Сверху фронтальная камера на 5 мегапикселей. Динамик разговорный. Датчик приближения. Датчик освещения. С этой грани у нас есть кнопка включения-выключения. Здесь такие стильные болтики. Вот эти вот рамки, кстати, они металлические. С этой грани есть у нас качелька громкости. Плюс-минус. Здесь изъем под наушники. Снизу микрофон и разъем для зарядки microUSB. Сзади смартфон имеет также пластиковую крышку. Она не soft-touch. Логотип AINU. Динамик основной. 16-мегапиксельная камера. Об этом чуть позже. И вспышка. Касательно толщины, которую заявляет производитель. Вот такая вот наклеечка. Не покажу. Заводская наклейка. Там фигурирует 5,9 мм. На самом деле, это, скорее всего, толщина вот этой вот рамки. А толщина самого смартфона у нас немножко, немногим более. Около 7 мм. Сборка смартфона, в принципе, хорошая. Ничего не люфтит. Ничего не трещит. Значит, сзади у нас аккумулятор на 200 мАч. Большая симка основная. Micro SIM. И карта памяти. Поддержка карты памяти. У нас есть динамик, вот вы увидите. Ну и камера. Все, как я говорил. Эта модель бюджетная. Выпускается она с процессором MTK6582. И набирает в Antutu порядка 18-20 тысяч баллов. Все зависит у нас от прошивки. По техническим характеристикам. Здесь 4.4 Android. MTK6582. HD разрешение экрана. Здесь 16-мегапиксельная основная камера. Из плюсов однозначно ОЗУ. Это 2 гига оперативки. И встроенная память 16. Обращаю ваше внимание на то, что данная модель у нас в продаже с данной прошивкой. С картами памяти работает хорошо. То есть, как только мы ставим карточку памяти, сразу уже вся работа осуществляется через нее. То есть, программы, приложения, все ставится через карту памяти. 5-мегапиксельная фронтальная камера. И, в принципе, особо больше все. Количество точек касания мы посмотрим через Antutu Tester. Мультитач здесь 5-точечный. По датчикам. Что у нас есть? У нас есть GPS полноценный. Wi-Fi, Bluetooth. Есть датчик, акселерометр есть. Есть гироскоп. Есть вспышка. OTG. Данная модель не поддерживает. Хотя на 4PDA видел, что заявляют в технических характеристиках, что он работает. Давайте я вам сразу же продемонстрирую. Вот у меня OTG. Вот у меня флешка. Чтобы не было лишних вопросов, раз у нас такое несовпадение получилось. Ну и, собственно, все. Никакой информации здесь нет. OTG смартфон не поддерживает. Прошивка на русском языке у нас. 4.4 Android. Интерфейс iNew. Как в настройках эта информация звучит. Есть вот стиль. Полностью все на русском. Все, что нам нужно. Русские клавиатуры. Русский набор. Версия прошивки в обзоре. Вот такая вот. По прошивке я не замечал никаких багов, никаких глюков. В принципе, с прошивкой я доволен. Дисплей здесь 5 дюймов. HD разрешение. Здесь IPS матрица. Углы обзора хорошие. Давайте продемонстрирую вам этот момент. И OGS технология. То есть, здесь экран и тачскрин. Это одна единая целая запчасть. Поэтому углы обзора максимальные. Касательно того, что картинка может менять свои цвета. Да, действительно есть такой момент. По диагонали. Но, в принципе, в большинстве смартфонов. Очень сложно это показать. Это наблюдается. Но в этом ничего страшного нет. Сам по себе экран выглядит шикарно. Аккумулятор здесь, в этом смартфоне. Он на 200 мАч. Я считаю, что аккумулятор довольно-таки слабенький. Вот в режиме игры в Epic Citadel у нас 1 час 55 со 100% до 4. Обращаю ваше внимание на то, что диаграмма разряда у нас ровная. То есть, никаких пропастей, неточностей здесь быть не должно. В Antutu тестере у нас смартфон показал вот такой вот результат. В общем, это действительно слабенький результат. Это результат уровня Asus Zenfone 5. Хоть смартфоны классные, но аккумулятор не особо. В принципе, вот такой вот аккумулятор в этом смартфоне. Далее я тестировал GPS. GPS ловит отлично. Быстро первый старт у меня произошел за 16 секунд. В принципе, что тут такого? Касательно производительности, касательно многозадачности этого смартфона, я специально подготовил вам вот такую информацию. Смотрите, на данный момент у нас из 2 ГБ доступно чуть меньше 500 МБ свободной памяти. Что же у меня загружено в оперативке? А у меня загружены 3 польшущих игры, которые я, по идее, могу в любой момент заходить и продолжать играть. Без потери производительности. То есть, они у меня просто висят в оперативке этого смартфона. Далее. Далее, далее, далее. Nova 3. И так же я еще вам покажу. Это у меня братья по оружию. Которая тоже загружена. В нее тоже можно играть. Вот такие вот дела. Поэтому, в плане производительности, смартфон неплох. То есть, это стандартный МТК 6582. Сможете в любые современные игрушки играть. Многозадачность тоже работает. Здесь достаточно оперативной памяти, чтобы держать в себе 2-3 игры. Я не знаю, для чего это нужно будет вам, кто такое будет делать. Потому что, ну, адекватно он разряжаться будет быстрее. То есть, адекватно мы играем просто в одну игру. Ну, лично я по себе сужу. Поэтому, кому вот принципиально, тот может покупать эту модель и, в принципе, радоваться своим реальным 2 гигам оперативки. И 16 на борту. То есть, можно не покупать абсолютно карту памяти. Камера в этом смартфоне заявлена у нас на 16 мегапикселей. Не могу сказать, что здесь 16 честных мегапикселей. Я склонен к тому, что здесь около 8. В принципе, фотографии нормально делает. Четкость картинки хорошая. Лист бумаги. Все это без проблем. Я еще наделаю фотографии. Вспышка в темноте тоже работает. Работает нормально. И видеозапись у нас идет в формате Full HD 1920 на 1088 пикселей. Поэтому, по камере, я скажу, что немножко не соответствует тому, что здесь заявлено. Нету здесь 16 мегапикселей. Для 16 тут должно быть просто космос качества. Но его здесь нет. Стандартная нормальная 8-мегапиксельная камера. Если по-честному. Фото, видео выложу вам. Посмотрите, что этот смартфон умеет. Как он себя ведет при хорошем освещении, как минимум. В принципе, вот такая вот модель получилась. iNU V7. Совсем забыл вам сказать про звук этого смартфона. Звук в наушниках достоин. Звук во время разговора. Динамик, микрофон тоже все хорошо. В принципе, слышно все нормально. Без искажений. Громко, четко. Внешний динамик не скажу, что громкий. Но его вполне достаточно для нормальной работы. По звуку, в общем, претензий никаких нет. В итоге. iNU V7. Это у нас такой среднячок, бюджетник. С ценой в Украине у нас из наличия где-то около 150 долларов. Аналогов этому смартфону за эту цену, чтобы было 2 гига оперативной памяти и 16 встроенных на борту, я не знаю. Это единственная модель, которую я держу в руках. Вот с двумя гигами оперативки за такую цену. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, по ходу обзора я вам их рассказывал. Минус – это то, что камера немножко не соответствует тому, что есть на самом деле. По корпусу никаких нареканий нет. Плюсы – это однозначно то, что 2.16 у него по памяти. Производительность хорошая. В общем, в этом плане все достойно. В принципе, все. iNew V7, кому нужно 2.16 – вперед. Модели есть в наличии. Правда, только белый цвет. Ну и плюс вот такой вот бампер. На этом все. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Заходим в нашу группу. Ну и к нам в магазин, само собой. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok